А может быть, надо оскупиться, и все проблемы исчезнут, и кажется, с закрытыми глазами жить проще. Ну, от многих знаний многие печали, а просто по мере того, как вы изолируете себя от каких-то неприятных новостей, вы становитесь менее субъектным и отдаете себя в распоряжение обстоятельствам в гораздо большей степени. Люди, которые занимались активизмом, которые интересовались политикой, которые пытались чего-то в России добиться, они же в определенный момент оказались защищены от войны, потому что они первыми оказались в вынужденной миграции. С одной стороны, первые перенесли удар, а с другой стороны, защитили себя от событий, которые могли прекратить их жизнь. Понятно, пока война не настолько глобальная, не настолько мощная, чтобы ее на себе ощутил каждый человек, оставшийся в России. Но если, не дай бог, она станет такой, люди, которые оказались в вынужденной миграции, с большим шансом переживут ее невредимыми, нежели те, кто за политикой не следил и говорил, что его это не касается. Но главный, наверное, тезис на этот счет заключается в том, что политикой занимаются не для чего-то. Политикой занимаются, потому что не могут иначе. Именно поэтому я регулярно объясняю, что вообще идея о том, что все должны заинтересоваться политикой, она безумная. У каждого человека свое предназначение. Кто-то снимает кино, кто-то пишет музыку, кто-то убирает улицы, кто-то готовит вкусную еду, кто-то программирует, кто-то изобретает новые технологии, кто-то спасает жизни, кто-то работает пожарником, кто-то работает врачом, а кто-то занимается политикой. Это такая же специализация. Особенно если вы хотите людям помочь, вы должны посвящать этому всю свою жизнь, потому что в противном случае вы будете дилетантом. А дилетант в медицине и дилетант в политике – это примерно в равной степени разрушительное качество. Только если в медицине дилетант убивает десятки людей, то в политике дилетант может подвести к смерти тысячи миллионов. С закрытыми глазами жить проще, но не лучше. И если вы трезвым взглядом посмотрите на людей, которых вы обсуждаете, честно себе признайтесь, вы хотите ли для себя такую жизнь? Хотите ли вы для себя такую простоту? Что-то мне подсказывает, что вы скорее скажете нет. Старусиная политика, она не делает тебя защищенным от хищника. Она делает так, что ты не видишь, когда хищник к тебе подкрадывается. Те люди, которым сейчас легко, когда они станут жертвами хищника, они просто не поймут, что с ними произошло. Вот об этом и люди. Спасибо. 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 Спасибо.